Привет, друзья! С вами я, Михаил Шилов, автор проекта Макевара.ру. И сегодня я вам покажу одну из комбинаций, которая может работать на Макеваре Камертон. Многие считают, что на Макеваре очень трудно работать какие-то комбинационные техники. Я считаю, что это не так, вернее, я не то что считаю, я знаю, что это не так, потому что сам разработчиком являюсь многих методик работы на Макеваре, в том числе комбинационной техники в частности. И очень часто бывает так, что комбинационная техника применяется не только при постановке глубоких ударов и при работе на фристайле, а и при отработке каких-то связок, комбинаций, причем даже самых сложных и разными частями тела. Хочется иногда при набивке сочетать набивку разных частей тела, работая сразу двумя руками, чтобы не выдумывала сама работа. Однотипно, когда стоишь и бьешь один и тот же удар, пускай из разных слоев, пускай с выпадом, пускай каким-то еще. Хочется как-то комбинировать в связках, которые реально будут как-то применяться. Сегодня я покажу вам одну технику, которую в последнее время можно встретить очень часто. Пришла она к нам из тайского бокса, но применяют ее и не в тайском боксе очень часто, в ММА в частности. Это комбинация прямого удара рукой, то есть это джеб и последующий проворот в уро, то есть умовато такое, и удар локтем через спину. Можно работать в технике постановки, то есть каждым ударом можно пробивать макевару насквозь, но на начальном этапе или просто для набивки можно просто концентрироваться на поверхности бойка или на глубине буквально в 1-2 см. Что самое ценное, вырабатывается правильное положение тела по отношению к снаряду. Почему это важно? Дело в том, что когда вы работаете ту же самую технику на мешке, мешок круглый, вы ударили по нему и при повороте вы можете зацепить его немножко со стороны, то есть не четко перпендикулярно, чтобы зашел туда, в локоть, не так, как находится голова от противника по срезу, а попытаться цепануть со стороны. В итоге сама техника приема теряет, во-первых, в силе это раз, а в точности это два, потому что если удар локтем при повороте пойдет со стороны, то противнику стоит немножко еще отклониться назад и ваш локоть просвистит мимо. Если же вы сам прием ведете по направлению к компоненту, а в сагитальной линии, то даже если он отклонится назад, вы его все равно достанете. Это как если бы вы били кулаком. И если бы противник оказался не здесь, а чуть дальше, то кулак достанет. Если же вы бьете боковой, если противник был здесь и он чуть-чуть отклонится назад, вот кулак уже просвистит мимо. Поэтому в данной технике очень выгодно нарабатывается правильное перемещение тела, перенос массы с ноги на ногу при вот этом ударе локтем назад через спину. Итак, посмотрим. Встали в стойку по направлению к макеваре, четко вперед. Да, кулак вперед. Дальше идет заступ левой ноги по срезу макевары в сторону правой ноги. И от ворот сюда он будет. Смотрим еще раз. Раз. Рука поднимается к голове, закрывает. Ворот. Раз. 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 Два. Раз. ну вот примерно так дальше покажу больше удачи друзья подписываемся на канал заходим на сайт макивара.ru макивара